Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Мы продолжаем говорить о сквернословии. Слово. Слово – это звук, живущий долей секунды и пропадающий в пространстве. Где он? Пойди, поищи эти звуковые волны. Слово – почти нематериальное явление. Кажется, и говорить-то не о чем. Но Слово – то, что уподобляет человека его Создателю. Самого Спасителя мы называем Божественным Словом. Творческим Словом Господь создал из небытия наш прекрасный мир, космос, как называли его греки. Это значит красота. Но и человеческое Слово обладает творческой силой и воздействует на окружающую нас действительность. Слова, которые мы произносим и слышим, формируют наше сознание, нашу личность. А наши сознательные действия оказывают влияние на ту среду, в которой мы живем. Наше Слово может содействовать Божьему замыслу о мире и о человеке, а может и противоречить ему. Но Церковь всегда призывает не только своих, как мы говорим, чад, но и всех людей быть внимательными к словам. И особенно предостерегает нас от греха сквернословие. «Никакое гнилое Слово да не сходит из уст ваших, а только доброе». Слышим мы эти слова в послании апостола Павла к Ефесину в 4 главе 29 стих. «А далее он даже настаивает, а блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у вас». И не случайно апостол называет эти слова гнилыми. «А учители и отцы Церкви говорят, что блудные грехи смердят. Сквернословие же и так называемый мат по своей тематике относятся к блуду и смердит. Хотя не все это ощущают. Видимо, придышались. И что удивительно, запах только что съеденного лука или даже котлеты с луком или чесноком сразу же стараются приглушить жевательной резинкой или каким-либо шпреем. Запах у пота с помощью какого-то снадобия из баллончика вообще перекрыли дорогу наружу, чтобы как-нибудь не запахнуть на людях. Туалетную бумагу стали делать с фруктовыми отдушками. А вот духовного зловония от матерщины совершенно не чувствуем. И даже женщины и девушки, подростки, девчонки совсем молодые. Знаете, есть такое тропическое растение. Оно называется скопелия. Его цветы – само совершенство формы и цвета. Но невероятно. От палево-оранжевых, светящихся лепестков исходит запах гниющего, разлагающегося мяса. И вот когда из прекрасных женских уст вылетает матерняя брань, я всегда вспоминаю оранжерею, нежные восковые лепестки и страшное зловоние над ними. Вспоминаю и снова и снова недоумеваю. Зачем было укладывать в модную прическу волосы, подбирать фасон и расцветку платья или костюма, подправлять какие-то изъяны на лице, чтобы потом оттолкнуть от себя ураганом грязных слов? Ведь речь наиболее ярко обнаруживает нас и позволяет окружающим увидеть наше истинное лицо. «Заговори, чтобы я увидел тебя». Это изречение принадлежит Сократу, мудрейшему из древних геков. И на самом деле женщина с грубой лексикой может выглядеть привлекательно, только когда она молчит, как цветок с капеллей за стеклом. К великому сожалению, обыденность и распространенность этого греха сквернословия почти узаконила его. И мало кто из матерщиков задумывается, какая беда для общества и для каждого из нас заложена в матерней брани. Ведь мистические корни этого явления уходят в глубокую языческую древность. Люди до христианской эпохи, чтобы оградить свою жизнь от злобных нападок демонического мира, вступали с ним в контакт. Этот контакт мог быть двояким. Демоны либо ублажали, превознося его и принося ему жертвы, либо пугали его. Так вот, пугали демона именно скверной бранью, демонстрацией своего непотребства. Подобное сегодня можно наблюдать в начале драки в африканских племенах, когда противники делают свирепые гримасы, кричат друг к другу о своей жестокости, о своей гневливой невменяемости, о готовности позволить себе то или иное гнусное поведение. То есть, каждый из них пытается предать себе в глазах другого как можно больше скверности. Для страха или от страха. Но и призывали демонов теми же словами, демонстрировая свою одержимость, свою готовность к общению с ним. Таким образом, мат является средством связи с демоническими силами. Таковым он и остается. его относят к инфернальной, то есть демонической, адской лексике. Через скверные слова человек сам отдает себя в руки беса, становится тихо или буйно одержимым. Некоторые, наверное, знают, что избавиться от привычки матерней брани труднее, чем от курения. Годы и годы люди приходят с этими грехами на исповедь, пока, может быть, по милости Божией, наконец, не освободятся от него. А вот в медицинской практике известно следующее явление. Парализованный человек, у которого полностью отсутствует речь, не в силах выговорить ни да, ни нет, но может, тем не менее, совершенно свободно произносить целое выражение, состоящее из непечатной брани. Явление необычное, но встречающееся. И как-то мне самому дважды доводилось сталкиваться с подобным... Ну вот каким образом. Однажды мне пришлось побывать в гостях у знакомых. И с их соседом на верхнем этаже был парализованный мужчина, почти недвижимый. Он мог лишь слегка шевелить одной рукой. Каждый день родственники выносили его на улицу. И, подложив дощечку, укладывали у подъезда или усаживали, прислонив к дереву. Что ж, действительно, дома в четырех стенах больному, конечно, было скучно. И вот как-то раз поведали мне знакомые, стоя возле своего подъезда, мы вдруг услышали громкую брань. Через несколько секунд она повторилась. Потом еще. Это было странно. Мы оглянулись. Улица была пуста, у подъезда никого. Только больной сосед лежал на своей дощечке. Выражение у лица было, как всегда, неопределенным. Но ведь не послышала жена, от кого могла исходить эта брань, подумали мы. тут подошла жена болящего. Она ей объяснила, что паралитик часто произносит эту непристойную фразу, причем только ее, зато четко и внятно, как здоровый. Произносит с различными интонациями. Этой фразой он выражает просьбу, гнев, недовольство, жалобу. ей уже здоровается с прохожими и сообщает им о самочувствии. Когда ему что-нибудь нужно, он повторяет ее, не переставая, кричит, пока не услышит кто-нибудь. Вот в этот вечер мне пришлось самому в этом убедиться, благо стены нынешних домов не нуждаются в прослушивающих устройствах. А второй раз с похожим случаем я столкнулся в сельской местности. Мне необходимо было узнать один адрес и чтобы навести справки я постучал в дверь первого попавшегося дома. Изнутри послышался какой-то звук и я, знакомый с деревенскими обычаями, без лишних церемоний переступил порог с застекленной терраски. Немедленно раздалась громкая брань. Я оглянулся и, увидев человека, сидевшего в глубоком старом кресле в углу терраски, сделал шаг в его сторону, желая объяснить, что я не вор, но тот опять выкрикнул непристойное выражение, причем несколько раз подряд. При этом интонация его голоса вовсе не соответствовала слова. Было впечатление, что мужчина кого-то зовет. И долго раздумывать на эту тему мне не пришлось, так как на терраску вышла хозяйка. Она поздоровалась и сразу же принялась извиняться за мужчину, замужнену брань. Вы нас простите, так уж вышло, что у него после инсульта вся речь отнялась, а эти слова остались. И теперь он только и может что ругаться. Уж как мы измучились и перед соседями стыдно. Странность такого явления говорит о многом. Получается, что так называемый мат проходит видимо по совершенно иным нервным цепочкам, чем остальная речь. И мне подумалось, а небес ли, используя греховный навык человека, оказывает ему такое благодеяние, демонстрируя тем самым свою власть над частично омертвевшим телом? А что же будет после смерти? Власть демона станет полной и окончательной. Вот в этой связи мне тоже вспомнилось, как одну девушку после выцерковления очень интересовала судьба ее умершей бабушки. Дело в том, что бабушка была верующей, ходила в церковь, молилась, постилась, и девушка была убеждена в том, что ее благочестивая бабушка находится в раю. Но ей хотелось удостовериться в существовании рая. Поэтому девушка молилась и просила Господа как-то открыть ей, как там ее бабушка. Однажды бабушка приснилась ей и сказала, что она находится в аду, потому что при жизни, хотя и ходила в церковь, молилась, постилась, но часто ругалась скверными словами. Воистину незавидна судьба скверного слова, и церковь предупреждает. Вновь словами апостола Павла в его первом послании Коринфянам в 6 главе 10 стих, что злоречивое царство Божие не наследует. И воистину, как говорит Спаситель, и мы слышим эти слова в Евангелии от Матфея в 12 глава 37 стих, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Субтитры Субтитры Субтитры